Немецкий крестьянский союз Это даховая организация немецкого сельского хозяйства Здесь в Украине 50 гектаров Это то, на чем производят продукцию Обычно для собственного потребления Этот союз был основан как раз после окончания Второй мировой войны в 1948 году Кемы очень быстро подняли, что им необходимо объединяться Им необходимо координировать свою работу Сначала на региональном уровне, потом на национальном уровне Потому как только если формировать единую позицию Единый голос, который представляет интересы всех фермеров Только в таком случае можно по отношению к политике Достичь успеха, быть услышанным Если объединить, в общем, одна из главных задач союза Это представление политического лоббирования интересов фермеров А с другой стороны, они также занимаются определенной экономической деятельностью В частности, они предоставляют определенные услуги их членам, фермерам А самое первое, все-таки самое важное, они считают Это создание было единого представительства общих интересов всех фермеров Членство в фермерском союзе, в Германии, оно является абсолютно добровольным Это означает, что ни один фермер не обязан стать членом Или на региональном, или на национальном уровне Кроме того, что добровольное участие в этом союзе Еще очень важный пункт является его экономическая независимость Абсолютная, так как все, что они делают Все услуги, которые они предоставляют, вся деятельность Она финансируется исключительно за счет его членов, то есть фермеров В настоящее время членами уже этого объединения КОПа Являются представители из всех 28 стран Европейского союза Самым основным мы все-таки считаем то, что нас подвинуло И до сих пор, что движет нами, это то, что мы поняли своевременно Что только при совместной координации Только при том, что фермеры объединяются И доходят до какого-то единого решения относительно их интересов Только тогда мы можем эффективно представлять наши интересы Сейчас, учитывая наш процесс приближения Украины к Европейскому союзу И Европейского союза к Украине Мы совместно с АПТ, немецко-украинским агрополитическим диалогом Начали задумываться о том, какая роль будет нашего союза в этом процессе Мы увидели, что в Украине существует достаточно большое количество Отдельных союзов, отдельных ассоциаций Есть мелкие, средние, очень большие, крупные холдинги Поэтому это, конечно, еще даже более сложно, чем в Германии Скоординировать, собрать их интересы воедино Однако я абсолютно уверена, что для того, чтобы в средней и долгосрочной перспективе Обеспечить создание соответствующих рамочных условий В котором успешно сможет развиваться сельское хозяйство Фермеры, независимо от того, будь они маленькие, средние или крупные Они должны все же объединиться Мы знаем, что есть очень много союзов, которые объединяют разные интересы Некоторые это производители молока, некоторые зерновых, некоторые машины, еще что угодно может быть Подобная существует ситуация и в Германии У нас также есть немецкий крестьянский союз И много маленьких отдельных специализированных союзов При этом каждый союз должен играть свою роль Что с самого начала, когда мы здесь начинаем работу по созданию такого союза Нужно начинать с чего-то малого Мы не можем сразу себе позволить создать огромную организацию Потому что кто же сможет это оплатить Поэтому я думаю, что первым шагом, который должна делать такая организация Это на национальном уровне заговорить о тех вопросах, которые затрагивают интересы всех представителей профессии А аграрная политика в той форме, как мы ее сейчас имеем в Европе и в Германии Она бы, конечно, никогда не сформировалась в таком состоянии, если бы у нас были производственные структуры только на уровне 150 кг Потому как современная аграрная политика больше направлена на то, чтобы именно более мелкие и средние предприятия поддержать Простимулировать их дальнейшее развитие и сопровождать их в плане этого развития Украина пока еще не отвечает тем европейским стандартам, которые требуются Видеть, конечно, ее в том же объеме можно увидеть и в Европе и в Австралии Это уже современная высокоразвитая техника, управляющаяся с помощью ГПН Еще 10-15 лет назад ее не существовало Поэтому сейчас можно увидеть, как в процессе интеграции, приближения Украины к Европейскому Союзу все развивается И это заметно на том, как сейчас выглядит наше сельское хозяйство И я вижу, что есть еще определенный потенциал неиспользованный, что касается производства, что касается нашей урожайности И для того, чтобы уже осознанно идти в этом направлении и достигать определенных результатов Я думаю, что День поля ДЛГ – это лучшая площадка для этого Для того, чтобы именно увидеть, какие существуют возможности Вот сегодня посмотрела у нас девушка